Я думаю, многие из вас знают, что завтра наступает прекрасный праздник под названием День Святого Валентина, День влюбленных, если можно так сказать. И вот по поводу этого прекрасного праздника есть у нас чудесные гости, которые, кстати, 14 февраля еще отмечают свой день рождения. Это Яна Стахнева, это писательница, которая знаменита тем, что написала роман под названием «Между строчек не читать». Но об этом чуть позже, а пока вот о чем. Дело в том, что Яна имеет непосредственное отношение к влюбленным, к людям, которые сейчас пытаются найти свои вторые половинки с помощью сайта знакомств, потому что Яна является администратором одного из сайтов. Яночка, я так понимаю, что вы специалист в этой теме, специалист в области поиска второй половинки. Да. Замечали ли вы, что, возможно, вот в прошлом году анкет было меньше, а в этом году их больше? И значит ли это, что как-то тяжелее найти свою вторую половинку или просто такой способ знакомства становится более популярным? Да, у меня есть на сайте статистика, и с каждым годом прирост количества пользователей растет и растет. Причем, как ни странно, больше мужчин на сайте, чем женщин и мужчин более старшего возраста, то есть где-то от 30 до 45. То есть это даже не молодежь, это взрослые мужчины, которые, как правило, ищут себе не вторую половинку, а у них уже есть вторая половинка, они себе ищут дополнительную половинку, четвертинку они себе ищут там. Да, народу все больше и больше на сайте. Лично я делаю из этого вывод, что мужчины стали ленивей, и им проще зайти в интернет и там что-то о себе сочинить, рассказать и познакомиться, чем, например, как это было раньше, нужно пригласить девушку там в кино, в ресторан еще куда-то, где-то там с ней ходить, что-то там ей дарить и так далее. Яна, скажите, а вот среди ваших знакомых тоже есть люди, которые вот на сайте, на котором вы работаете, разместили свои анкеты. А вы как-то наблюдаете за ними, смотрите, как у них складывается вообще личная жизнь? Удалось ли стать влюбленным за какое-то время или же вот ничего не принесло никаких результатов? Да, конечно, я обращаю внимание больше на своих знакомых, мне интересно, они мне рассказывают, естественно. Знаю, честно сказать, много пар, которые на сайте знакомились, но каких-то длительных отношений, таких постоянных и стабильных не завязывалось ни у кого. Как вы думаете, почему? Потому что это сайт знакомств, это иначе как-то такая легкость? Да, все-таки это сайт знакомств, это какая-то игра, как я так понимаю, все равно, ну да, они как-то немного притворяются на сайте, они там выкладывают самые красивые фотографии, да, пишут о себе какие-то сказки там и так далее. Когда знакомятся, возможно, есть вот этот эффект, ну, то, что… Разочарование. Да, разочарование какого-то, да. И, ну, возможно, обидные отношения как-то не завязываются. Я вот хотела бы задать вам такой более-менее личный вопрос, а вот вы бы с Абби как предпочитали знакомиться? Все-таки через друзей на улице, вот что была какая-то такая романтика? Или вы считаете, что сайт знакомств – это вообще прекрасная идея? Вот тебе скучно, захотела ты себе нового парня, а о чем нет? Если с этой точки зрения, то можно, да. Я познакомилась за время работы с тремя очень интересными людьми, я со всеми с ними общаюсь, я могу их уже назвать своими друзьями. То есть очень интересные… Это мужчины, они очень интересные, они умные, там, успешные и так далее. И, возможно, если бы у меня не было на тот момент молодого человека уже, возможно, у меня бы завязали с ними отношения. То есть я считаю, что можно найти, опять же, нужно как-то правильно себя подать и уметь отфильтровать тех мужчин, которые врут и ищут себе девушку, там, на час и на два, и тех мужчин, которые действительно ищут отношения. А это можно как-то понять по переписке? Да, это можно понять по переписке. Ну, у меня уже есть опыт просто, я хорошо понимаю. Это с первого сообщения даже видно. Когда мужчина ищет серьезные отношения, он начинает с каких-то отдаленных тем, например, написано у меня в интересах, что я увлекаюсь там Набоковым, да, и Достоевским. И он начинает общение с того, что у него есть… А ты читала «Идиота»? Да, ну, как-то так, да. А мужчина, который ищет просто девушку, чтобы развлечься, пишет сразу «Привет, что делаешь вечером». Да, ну, сразу первое сообщение, либо там «Привет, ты красивая, а я сегодня вечером, там, в свободе». Ну, вот так. Девушки, не попадайтесь на ловки таких мужчин. И я так понимаю, что тот роман, о котором сегодня очень многие люди так активно говорят, ну, в силу того, что и начинается определенный фильм в кинотеатрах, вы тоже написали благодаря как раз вот своей работе, может быть, наслышавшейся в каких-то темах, в каких-то историях, или же это, может быть, ваша история? Роман написан был до того, как я пришла работать на сайт знакомств. Да. То есть, скорее, это какой-то личный опыт, опыт друзей, знакомых и, ну, богатая фантазия. Ян, ну что ж, давайте о вашем романе непосредственно поговорим чуть позже. Мы прямо сейчас прервемся, сразу после небольшой паузы вновь возвратимся в студию к нашему гостю. Итак, у нас в гостях сегодня писательница Яна Стахнёва, которая написала не так давно роман «Между строчек не читать». И вот сегодня принесла нам, Яна, несколько листов из этого романа. Вот что хотела бы вам прочитать. Вот только зацепило меня почему-то вот предложение. «Всю ночь танцевала под фиолетовыми огоньками, хотела целоваться с тобой под этими огоньками, но целовалась с другим. Кажется, не с одним». Вот понимаете, видимо, это история о девушке, которая любит-то не одного мужчину или любит одного, но встречается со многими. Что вылегло в основу этого романа? Это какая-то выдуманная история или, может быть, это история вашей знакомой, а может быть, ваша? История. История 100% не выдуманная. История взята из какого-то комплекса историй. Всё, что я видела, за, наверное, пять лет я набиралась опыта для того, чтобы это написать. Это моя история, это история моих друзей, это история, рассказанная мне моими друзьями. То есть всё, всё, что там есть, всё это было на самом деле. Некоторых героев я даже не знала, просто слышала о них от своих знакомых. То есть это какой-то такой комплексный опыт всего. В голове у меня долго крутилось-крутилось, что из этого сделать. И главная героиня и главный герой – это не я, это, например, не мой молодой человек. Это как раз вот комплекс, например, моих знакомых девушек и моих знакомых парней. То есть собранный образ. Да, современная девушка, главная героиня, какой я её вижу. И современный молодой человек, каким я его вижу. А о чём роман? О том, как они искали друг друга или о чём? Или просто о жизни? У него какая-то своя жизнь, они периодически встречаются, у неё своя? Если говорить коротко, я бы сказала, что это роман об эгоизме, потому что они уже познакомились в начале романа, у них уже отношения, но каждый из них пытается доказать другому, что он в отношениях важнее, что его интересы, его потребности важнее, и они не могут идти на компромисс, поэтому у них постоянно возникают конфликты, какие-то постоянно попытки изменить друг другу, дабы доказать, что я способен изменять, потому что я главный. Я изменяю, потому что я так хочу. Она делает то же самое, я изменяю, потому что я главная. И то есть они любят друг друга, да, они хотят быть вместе, но при этом они очень сильные личности оба, им невозможно вместе ужиться. Но они постоянно пытаются это сделать, но в итоге ничего у них не видно. Ну, мне как кажется, я, любой писатель, начиная ту или иную историю, он хочет что-то слушателю, читателю, зрителю рассказать, что-то до него донести. У вас была идея какая? Показать, что не надо быть эгоистами, просто любить и всё, или что? Или может быть, вот да, вот так нужно жить, с этим нужно смириться, вот такая вот у нас сейчас современная жизнь. Да, идея была как раз показать, что не нужно так делать, не нужно... Если ты хочешь действительно найти свою любовь и сохранить её на всю жизнь, нужно уступать, нужно подстраиваться под человека, нужно, возможно, какие-то сильные качества в себе заглушить, чтобы, ну, чтобы было какое-то, как сказать, ну, чтобы был союз настоящий. А вот именно герои себя ведут противоположно, и я бы не хотела, чтобы молодые люди так себя вели. Вы сказали такую фразу, что прежде чем написать роман, я набиралась опыта. То есть в вашей голове, получается, вот эта большая история, этот роман зрел долго. Да. Вы писательница, вы пишете именно романы, или у вас какие-то короткие, как правило, истории? Да, я в 16 лет начала писать рассказы короткие, работала в газете журналистом, ну, и училась тоже на факультете журналистики, писала короткие рассказы, и в 13-м году, ну, получается, мне было 24 года, вот к этому времени у меня уже накопился какой-то опыт и этих рассказов коротких, которые тоже все были на эту тему, соответственно. Ну, как это происходит? То есть, например, вы встречаетесь с подружками, ну, давай, расскажи мне, а то я тут роман пишу, мне надо знать, что там у вас происходит. Нет, а, например, я встречаюсь с подругой, она мне рассказывает. Ну, как бы в такой период студенчества все девушки там встречаются с парнями, парят с девушками. У меня большой круг общения, как с девушками, так и с парнями. Вела дневник, в котором записывала истории, которые мне рассказывают. Ну, туда же там свои какие-то эмоции записывала. И когда все это скопилось, у меня на самом деле было такое состояние, что у меня в голове уже живут эти истории, мне надо было срочно их куда-то записать, потому что они мне мешали какие-то другие мысли в голове хранить. И вот, как бы, можно сказать, что это вынужденный ход был написать этот роман, потому что очень много уже накопилось каких-то историй. Мне хотелось их проанализировать, сделать какой-то вывод. Вот получился такой вывод. Ну, вот вы прям практически уже теперь не только писательница, но и психолог отношений. Возможно. И более того, еще раз напомню, завтра у нас день святого Валентина. И вот, что хотелось бы у вас спросить, Ян. Я так понимаю, что у вас в личной жизни все хорошо, это замечательно. Мы за вас очень рады. Спасибо. Хочется, чтобы вы посоветовали тем людям, которые пока еще не нашли свою вторую половинку, с высоты вашего полета, какого-то опыта, большого количества историй, которые живут в вашей голове. Что нужно сделать для того, чтобы найти вторую половинку? Что нужно сделать для того, чтобы ее удержать? Вообще, есть ли эти вторые половинки, или это все мы выдумываем, какие-то сказки, которые идут еще с древности, а теперь жизнь другая, и вообще жизнь эгоистичная стала, и лучше вообще быть одной? Нет, одной точно не нужно быть. Я считаю, недавно для себя это поняла, что, чтобы встретить даже не вторую половинку, а партнера, который будет всю жизнь рядом с тобой, нужно заниматься саморазвитием в первую очередь и вкладывать что-то в себя. То есть я считаю, что, например, как девушка, так и парень должны быть образованными, должны иметь какие-то свои собственные увлечения, какие-то там хобби. Безусловно, не нужно сидеть дома. Я не верю, что когда-то принц на белом коне к тебе прискачет, в форточку постучит. Я считаю, что нужно активную жизнь вести, нужно посещать какие-то места, элементарно ходить в кино, ходить в театр, то, что тебе интересно. Хочешь в клубы ходить, ходи в клубы. Главное, не сиди дома и не жди, что на тебя что-то свалится. В общем, простые истины. Друзья, вырезайте из кокона, и тогда праздник 14 февраля будет еще и вашим праздником. Яна, вас с наступающим днем рождения. Спасибо вам за роман. Мы очень ждем его. Напомню, в гостях у нас была писательница Яна Стахнева. Спасибо, что пришли. Спасибо.